Дэнс Димон Кульвер, одна из крупнейших пород, и групп Дэнди Димон Кульвер – второй породный групп в Британии. Я, честно говоря, не знаю, существуют ли в настоящее время лучшие изображения Дэнди Димон Кульвер – это единственная порода, которая получила своё название по её книге. У Вальтера была такая книга Гай Манненга, и там у него было две собаки – перец и горчица. И отсюда получились две цветовые разновидности у Дэнди Димон Кульвер по окрасу. То, что плохо для других пород, это нормально для Дэнди Димон Кульвер – это и линия верха, и большие глаза, и вот эти вот сексуальные движения. Он очень крепкий, очень маленький, на крепких ногах, водоустойчивый шерсть, большая крепкая голова с большими зубами. Длинный формат, корпус, но не такой, как шерманец. Он выглядит очень мило, и он очень такой смешной и независимый рядом с хозяином. Но никогда не забывайте о том, что это терьер, потому что у него этот терьерский темперамент, несмотря на то, что он так выглядит. И он очень зависит от своего хозяина, привязан к своему хозяину. И он настолько привязан к хозяину, что даже если у вас 20 собак дома, то терьерские хозяина не будут драться. Но не оставляйте их самим. Как я уже говорила, терьер получил свое название по книге Гай Маннери, где были представлены собаки двух окрасов, перцовый и горчичный. Перцовый некоторые называют перец солью, но на самом деле там только правильно перцовый. Голова крепкая, для того, чтобы проверить правильную голову, вы должны положить свою ладошку на голову, и полностью ваша ладошка должна охватить череп, немножко грубой череп. Очень крепкая, короткая морда. Поставлю шею немножко назад, там низковат. Глаза прямо посажены, большие, круглые, но не выпуклые. В принципе, здесь представлены все собаки с приятным выражением, кроме у этой, у которой слишком близко посажены глаза. Стоп из очень важен. Стоп для Дэнди Дин Мантерьера очень важный парольный признак. Вы, когда прогуете по морде, то должны пальцем упираться в стоп. Мы здесь посмотрим на представленных Дэнди Дин Мантерьеров. Здесь посмотрим на линии верха. Сверху представлены очень хорошие линии верха и нехорошие снизу. Линия верха не виза с небольшой волной. Когда они стоят на столе, вы эту волну хорошо почувствуете, а в движении увидите. Когда у вас табака стоит на столе, обязательно проверяйте с ним вверх. Она должна быть хорошей волной, она не должна быть ровной. И смотрите, обязательно ее в движении. Правильная линия верха покажет взгляд на движение. Обращайте внимание на передние конечности. Они должны быть максимально ровными. Понятно, что у контра-диспиорфической породы проблема получить такие ровные конечности. Но все равно это не должен быть процессу. И обратите внимание на углы задних конечностей на фотографии. Здесь очень хорошие. И должны быть обрускиванные задние конечности. Хорошие обрускивания должны быть хорошо обрускиванные. И, как я сказала, когда движение движется, то движение движется немного вот так. И старые ингредиенты говорят, что в движении есть особые породы движения для идентифитмент-пригера, которые должны обращать внимание, что он так как бы копкой виляет, как я рассказала в начале. Но они также очень часто. Очень часто. Когда вы смотрите судить идентифитмент-пригера, обращать внимание на движение, вы должны бежать быстро. К сожалению, хендеры сейчас склоняются к тому, чтобы бегом пробежаться по лингу и бегом протащить собаку. На самом деле вы, как эксперт, должны судить собаку так, чтобы она не быстро бежала. Чтобы посмотреть в настоящие породные движения. Для того, чтобы понять правильные обмускульные задние конечности, и вы посмотрите на нее, на собаку сзади, то вы можете увидеть нарисованное сердечко. Вот если вы увидите вот это вот сердечко, вот хоп, копите сердечко, то тогда правильные обмускульные задние конечности. И задние конечности всегда немножко длиннее передних, за счет чего и обеспечивает это оборудование. и оборудование. Когда вы смотрите на линию верха, то эта волна, пик волны приходится на середину. Волна идет от волки до поставок хвоста, и пик волны, самая высокая часть, вот находится где-то здесь. Есть проблема у нас с крупом, который слишком скошен, слишком прямой движение, когда собака слишком высоко несет хвост, очень веселый хвост получается. Вот здесь посмотрите на движение Дэнди Дидмонда, его движение несколько похожее на движение Чао Чао. Шоу ужасов с Крафтом издействительных. А победители Крафтом, а внизу отличные представители Дэнди Динмонда. На самом деле, собака в реале не такая ужасная, как она. Но если вы думаете, что пепель может быть, но здесь очень хорошие вопросы. Относительно груминга. Если вы посмотрите на этого горчичного Дэнди, то здесь немножко переусеркнули с груминга, вот здесь видите, классно показывает. Но сверху отлично сделаны по грумингу. Очень важно помнить о качестве шерсти Дэнди Динмонда. Нужно помнить, что шерсть двойная есть в кости и подшерстках. Особенность состоит в том, похож на шерсть уландского буви, что подшерсток с кость смешанной. Очень большая проблема на сегодняшний день – это неправильный трим. Их такая проблема существует не только в Дэнди, но и в скачах, и в бувье, когда полностью убирается. Мы должны дисквалифицировать собак, хотя мы этого не делаем, у которых нет подшерстка. Как владельцы собак, вы должны знать, что у этой породы должен быть подшерсток. Ну, наверное, если бы я по-прежнему удержала бы Дэнди и скотти, я бы тоже избавлялась подшерстка, потому что это очень сильно облегчает жизнь, для того, чтобы держать шерсть в выставочной кондиции. Стандарт говорит, что шерсть должна быть 5-7 сантиметров, но и тот Дэнди, которого мы сегодня посмотрим, она, девушка, оставила достаточной длины шерсти, хотя сейчас очень часто в Дэнди увидишь собаку, у которой длина шерсти 20 сантиметров. Как вы видите на вот этом листу, на этом листу есть шапочка. Шерсть на голове очень мягкая, на морде чуть-чуть жестче, такая же лапа, как и на морде, а по корпусу уже должна быть очень жесткая шерсть. Это просто модно, какой-то фасон, мы как приходим, и в этом году, нет никакой фасон, нет никакой фасон. Но сейчас, как вы видите, они очень красивые эспрессии. Вот посмотрите, какое приятное отражение. И вот посмотрите, какое приятное отражение. И когда фасон трогаете стоп, то у вас палец должен останавливаться. И если вы подойдете и пощупаете линию верха, то вы ощутите это волонт. И на удивление у этого представителя хороший хвост. И если вы подходите и подругаете бедра, то здесь мясо можно покушать. Но все равно недостаточно. Но в те времена, когда я получил это, и как я научил это, из Украины, из Украины. То есть, это можно продолжать, но в те времена, они взяли максимум 2 месяца. Потом вы взяли все, и вы взяли все, и вы взяли один месяц, и вы взяли два месяца, и вы взяли все еще и взяли все еще. Вы раньше триминговали, сейчас на прошлом шею стоят достаточно кондиция, и подшерсток убирается легче. Раньше триминговали и убирали подшерсток намного реже, и в связи с этим, если трамя собака, которые были сейчас и тогда, то тогда собаки были с подшерстком больше, чем сейчас. У него, насколько это возможно, передние конечности, хороший адут. Как вы думаете, если бы мне нужно было найти хоть один недостаток, у этой собаки, что бы я отметила? Мруя. 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 это очень хороший умный зайчик. Мруя. Если мы сделаем токсин, S-size, M-size, XL-size, и M-size, и M-size, то это же. Это размер. С-очка, М-очка, это XL-очка. А XL или 2 XL? Но они сейчас, это проблема очень многих. Очень раз по сравнению. Он выглядит очень гармонично, тем не менее. не менее. Не. Немельхоны 10-килограммового дэнди сейчас. Например, если я в Англии где-то и есть бит, то они должны сказать, что это 18, а не более, чем 18. Так что они не идут, потому что они абсолютно слишком светлые. Эти бит, которые вы выбрали в Европе. Это бит, которая была больше чем... Была больше чем эта собака. Чемпион Европы правилам больше это мастер. Так что не винить его на разбит. Вы чтительны. Я тебе скажу. Понятно. Хорошо. Продолжение следует. Хорошо. 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 Правильно. Хорошо. Хорошо. Так что, если Эти... Это будет лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...